всем привет сегодня мы хотим с леной вместе начать новый челлендж который будет у нас называться раскрашиваем 24 часа все зимние картинки возможно новогодние если у нас будет такое желание но в основном хотим именно зимние картинки потому что зима скоро закончится и летом весной очень редко хочется раскрашивать именно зимние иллюстрации ну а сейчас как раз есть такое время что можно как бы еще немножко позаполнять раскраски именно зимней тематикой я отобрала несколько раскрасок у меня не так много оказалось зимними иллюстрациями можно было еще взять конечно хану карлсон времена года но я чуть не стала ее брать не очень захотелось но кое-что выбрала лена снимает сегодня тоже свой такой же челлендж лена это еленка 74 хобби внизу под видео у меня будет как всегда ссылка на ее видео можно будет после моего видео пройти посмотреть видео елены что интересного раскрашить лена так мы вообще запланировали 10 иллюстрации но я не знаю получится у нас или не получится раскрасить потому что как всегда конечно же нет возможности раскрашивать все 24 часа есть какие-то и другие дела и мне нужно еще даже отлучиться ненадолго но все-таки буду стараться а уж сколько получится я никогда себя не заставляю прям вот селом селом но стараюсь раскрашивать все свободное время которое у меня есть когда вот именно проходит челлендж этим не челленджи и нравится то что ну как сказать то просто сидишь например телевизор нет я телевизор не смотрю в компьютере например что-то лазишь смотришь а это вот момент раскрашиваешь как бы вроде все дело с пользой ну и давайте же посмотрим что я отобрала раскраска в раскрасках не знаю пока точно чтобы раскрашивать всю де жизнь такая вот есть новогодняя и не только новогодние просто можно как зиме иллюстрации так такая вот девушка в шапке но думаю снежинки это все можно отнести к зиме иллюстрации и вот такая вот мне очень понравилась такая миленькая иллюстрация девочка смотрит в окошко с кошечкой снеговичок так ну здесь раскрасить новый год здесь все новогодние и зимние здесь можно будет тоже что-то выбрать позитив на коленке я здесь отобрала только такой вот нашла иллюстрацию здесь шапки шарфики теплые носки то есть вот такая вот иллюстрация набор варежки тут короче говоря всякая такая вот зимняя теплая одежда можно будет идем тоже раскрасить тоже такие всякие мелкие тоже нужно иногда раскрашивать сказочных феях давно я не раскрашивала здесь есть такой вот разворот с девочками которые играют со снежинками симпатичный такой разворот но достаточно детализированно все и уйдет очень много времени хотя я например не считаю разворот за ну как бы за две работы но здесь конечно же даже мне кажется можно будет и одна страница и 2 но в такой момент вот когда челлендж проходит мы посмотрим не обязательно так лишь тут смотрю не еще закладочка что там у меня а это я на другой же на марафон отметила так обалденная просто книга прогулка по временам года риты берман я здесь отобрала здесь вот и здесь олени в зимнем лесу и шишка тоже снежинки а елочка тоже как бы зимняя и еще вот такой вот разворот очень мне нравится здесь вроде как и зима и одновременно в окнах и елочка огонечки то есть вроде как и новогодние такая иллюстрация миллион новогодних котлов здесь конечно можно хоть всю книгу раскрашивать здесь вот такая тоже простенькая есть иллюстрация с кошечками со снежинками и они по форме игрушки на огонь здесь конечно можно выбрать любую есть и вообще вот например если не раскрашенная было бы вот такая можно было зимние но нам не уже раскрашена так что здесь и вот такая новогодняя раскраска сказка здесь тоже у нас можно сказать все сюда подходит под нашим этот челлендж но я кое-что отобрала здесь нет это девушка с фонарем нравится так что еще здесь напиток с конфетками и елочкой так вот эти не ребятишки понравились на лыжах катаются и не что-то здесь еще и отметил вот такой вот зимний домик тоже вроде как детская иллюстрация но в то же время она такая милая и уютная так что вот такие вот у меня планы на сегодняшний день то есть на 24 часа получается практически половину третьего дня и я начинаю свой марафон по раскрашение зимних картинок в промежутках буду включаться показывать что я на данный момент раскрашиваю но и начнем ровно 14 30 получается 9 февраля я должна буду то есть закончить свой челлендж сейчас у нас 14 30 8 февраля ну и пришло время рассказать о промежуточном таком результате что раскрасил что планирую раскрасить сейчас время у нас пять часов дня и я раскрасила одну небольшую иллюстрацию в раскраске раскрасить и жизнь и одну тоже небольшую раскрашиваем новый год люблю раскрашить новый год так одна иллюстрация начата но не закончена вот в этой я ее раскрашиваю в промежутке то есть пока в тех небольших раскрашивала и здесь вот у меня начатое тоже не буду пока показывать потому что потом будет не очень интересно уже в конце видео получается вы все видели ну то есть а в конце видео будет интересно так теперь я хочу буду и эту и эту одновременно раскрашивать иллюстрацию выбрала я здесь так вот таких вот оленей раскрашивать и возможно раскрашу сразу же и шишку вот эту вот снежинками хочется мне почему-то ее тоже расскажешь но не обязательно вот эту сейчас точно начну и буду постепенно заканчивать тут уже иллюстрацию мне сейчас нужно отлучиться на час-полтора и потом уже приду и продолжил ну потихоньку движется у меня мне нравится мой результат который у меня получился за получается два с половиной часа потихонечку раскрашиваю ну и закончила сейчас раскрашивать в раскраске от ритты берман а сейчас у нас время 2210 и хочу начать раскрашивать как я говорю вот эту вот одежду на данный момент у меня четыре готовых работы и одну еще немножечко осталось пятую доделать ну думаю меня еще есть время и наверное теперь уже встретимся с вами завтра и я вам покажу все готовые работы которые у меня получились раскрашиваю всем подряд что попадает под руки и фломастерами и карандашами и масляной пастелью так акварелью по моему не раскрашивала так и как и норманды уснул уже потом дальше покажу все в конце и расскажу что и чем раскрашивала ну вот еще раз всем привет уже на следующий день 14 37 то есть закончилось мое сейчас время как раз приготовила все для съемки ну и давайте же посмотрим что же интересного я раскрасила за 24 часа правда время было не так много для раскрашивания но ничего страшного хочу сказать что 10 работ я не раскрасила и я не знаю можно это наверное сказать что я челлендж провалила но я очень рада тем работам которые у меня получились и если не челлендж то я конечно же столько бы они раскрасила получается если не считать разворот за две работы как я вначале говорил вообще восемь восемь работ есть попроще есть более на те которые заняли побольше времени ну и давайте же посмотрим что же интересного я раскрасила так в раскраске раскрасиваю жизнь раскрасила 2 иллюстрации достаточно такие простенькие нам солнышко так светит уже даже закрыла окно все равно светит так а вот такая вот простенькая работа карандашами чуть-чуть прям совсем чуть-чуть добавила белой гелевые ручки а остальное все просто карандаши и фон сделала пастелью масляной кстати здесь почему-то вот на этой иллюстрации не очень хорошо легла масляная пастель вообще она хорошо ложится в этой раскраске у простенькая но в то же время так достаточно быстро я ее раскрасила и еще одна тоже такая вот вроде простенькая но в то же время такая вот уютная иллюстрация получилась ничего не стала я делать с фоном просто оставить решила так и вот такая вот простая работа у меня получилось но еще следующие две у меня я люблю раскрашивать новый год здесь у меня тоже вот такой вот снеговичок вот такая вот тоже достаточно простенькая иллюстрация ну знаете в раскрасках есть и более сложные работы есть и более тяжелые и которые простенькие же тоже нужно когда-то раскрашивать и вот такие вот челленджи когда нужно раскрасить побольше как раз ну как бы можно сказать что для количества и как раз раскрашиваешь ну а так в такие дни когда например просто раскрашиваешь в течение месяца ну стараешься задеть более посерьезнее работы а вот такие вот простенькие они остаются как бы в тени и не раскрашиваются но тут как раз вот и получается что приходит ну как не то что приходится а то есть раскрашиваешь такая вот птичка сидит на ведерке снеговика прикольно то есть здесь у меня тоже карандаши немножко масляной пастелью сделала типа как как вьюга как ветер что со снегом такой полосатенький сделала так карандаши так ведерко фломастер и белой гелевая ручка сделала как типа блики и следующее мне нравится как получилась такая птичка с ягодками кстати здесь вот наверное надо будет эти белой гелевой ручкой блики проставить что-то я забыла проставить блики на ягодках будет смотреться посимпатичнее ну вот проставила быстренько сбегала за 10 секунд такие вот блики не знаю будет видно нет на ягодках ну так а фон также масляная пастель не знаю наверно не будет видно все остальное получается птичка коляка-маляка фломастер который с блестками не очень видно они прям мерцают но очень-очень медленно как сказать они такие мелкие ненавязчивые вот когда приглядываешься смотришь они поблескивают очень приятненько ну такая вот иллюстрация следующая позитив на коленке давно не задействовал я эту книгу и здесь а вот такая вот работка здесь всякие шапки шарфики варежки носочки ушанка даже есть вот и вот еще одна когда здесь такая мешанина была из всех вещей то есть не особо было понятно что вообще здесь есть на иллюстрации и потом вот сделала черный фон просто фломастером и стал более понятно где что находится раскрашивала я кохинор манделус размытием размыла все потом немножечко доработал чуть-чуть доработал кое-где карандашом но вообще прям по минимуму и обвела белой гелевой ручкой кое-где здесь конечно же протекло протекло все потому что бумага здесь плохая ну хотя знаете фломастеры здесь по этой бумаге очень хорошо скользят они хорошо скользят на единственное что они протекают но все равно навряд ли я всю книгу например буду заканчивать и как бы тоже такая вот получилась иллюстрация следующее это у меня миллион новогодних котов здесь у меня разворот и он выполнен полностью масляными мелками масляной пастелью полностью абсолютно все сделано масляной пастелью я ее наносила сначала один слой растирала потом второй слой ну то есть вот такая вот мне нравится мне такая поверхность такая знаете как такая как резиновая что получается но руки практически не пачкает но так вот такая вот иллюстрация получилась забавная котик здесь одел шапку как пингвины и вот типа притворяется пингвином а пингвины хохочет над ним стоят на котом такая вот интересная иллюстрация получилось симпатичная мне нравится не то есть если считать это за две разные страницы то тогда получается меня 9 работ но или я вообще когда например раскрашена за месяц не считаю если например разворот то я считаю это за одну работу а бывает разворот такой что ну ладно я сегодня уже наверное может и не буду считать но 8 9 не столь важен 10 же не сделала все равно и еще одна работа которая сделана прогулку прогулка через времена года ритты берман здесь у меня вот такие вот олени в зимнем лесу кто знает но вообще я вначале полом показывала эту иллюстрацию кто знает как она выглядела я здесь дорисовала луну так горы на заднем плане здесь у меня и карандаши карандаши металлик есть для вот фона для ночного здесь есть гуашь белого для снега и маркер белый для снежка просто карандаши обычная не брут фонера карандаши и карандаши с этого с фикс прайс то есть вот такая вот иллюстрация меня получилось доволен я этой иллюстрации так здесь у меня конечно же ничего не протекло бумага хорошая эти раскраски так ну и следующая последняя получается работа это в новогодние раскраски сказки у меня здесь по плану было сделать три по моему и 4 но я здесь сделала только одну здесь у меня вот такая вот девушка такая девушка фон так фон у меня здесь сухая пастель так на джемпере на шарфике на шапке тут фломастера немножко дорабатывал карандашами так перчатки это карандаши волосы и кожа ну то есть само лицо тоже карандаши и вот такая вот у меня девчушка получилось я и подправила немножко волосы сделала более мягкими пушистыми потому что они у нее какие-то такие корявыми волнами были и я сделала ей так видишь что мне губы не нравится можно было конечно переделать их но я не стала заморачиваться оставила так как есть и она такая с хитринкой девчонки получилось вообще я работой довольно мне нравится как получилось фонарь можно было бы получше проработать и может быть как-то блики какие-то сделать но оставила так как есть и вот такая вот работа получилась я ей довольна ну то есть вот такие вот работы у меня получились за сутки результатом я хоть и не выполнила челлендж я все равно осталась довольна не забывайте проходить под видео и посмотреть что раскрасила лена мне тоже очень интересно что она раскрасила мы за время челленджа конечно несколько раз созванивались но не выпытывали друг у друга что раскрашиваем потому что потом будет сами уже не интересно что раскрасили я кстати даже тоже не знаю сколько она раскрасила выполнила ли она челлендж или точно так же как у меня не получилось но все равно смысл того чтобы раскрашивать побольше именно иллюстрации вот тем более зимних сейчас уже зима заканчивается и ну как бы уже не очень будет желание проскрашивать зимние какие-то там новогодние иллюстрации там пойдут цветочки весенние всякие тематики летние тоже хочется проскрашивать но вот зато зимних иллюстраций целых восемь штук у меня получилось за сутки чему я очень рада но если вам понравилось видео конечно же ставьте лайк если у вас есть какие-то вопросы ко мне обязательно пишите задавайтесь смогу отвечу и хотел тоже вас спросить раз к раскрашиваете ли вы сейчас зимние иллюстрации или уже перешли на более летние тоже будет интересно почитать но и всем пока до новых встреч а